Глава 2. Большой дорожный автомобиль дожидался у станции, а Фредрик Треверс, стоя на перроне, чувствовал легкую дрожь, как и всегда, впрочем, прислушиваясь к далекому свисту поезда, спускавшегося по долине реки Айзек Треверс. Из всех белых людей Запада Айзек Треверс первый смотрел на эту роскошную долину, на реки, ее переполненные рыбой, на ее богатые пастбища и девственные леса. Он посмотрел, схватил и уже не выпустил. Здесь его прозвали Попрошайкой, это в первый период колонизации. Все это было в те дни, когда здесь не было ни железных дорог, ни грузов, которые можно было бы перевозить на парусных баржах между опасными рифами, тогда, когда его одинокая мельница работала под вооруженной охраной, разгонявшей мародерствующих кломатов, пока перемалывалось зерно. Сын был в отца, и то, что удалось забрать Айзеку Треверсу, Фредрику Треверсу удалось удержать. У обоих была одинаково крепкая хватка. Оба были дальнозорки, оба видели впереди преображение Крайнего Запада, проложенные железные дороги и возникновение нового государства на Тихоокеанском побережье. Фредрик Треверс потому, может быть, чувствовал легкую дрожь в ответ на свистки паровоза, что эта железная дорога была его дорогой. Больше, чем кому бы то ни было, она принадлежала ему. Отец его, умирая, мечтал проложить дорогу через горы, хотя каждая миля этой дороги должна была поглотить сто тысяч долларов. Он, Фредрик, провел эту дорогу. Он ночами сидел над планами и картами, он покупал газеты, занялся политикой, субсидировал покупку машин и не один раз за свой собственный счет совершал паломничество к железнодорожным королям Восточной Америки. Все кругом знали, конечно, сколько верст пути было проложено по его земле, но никто не представлял себе, сколько тысяч долларов вложил он в гарантийные и железнодорожные акции. Он много сделал для этой страны, и железная дорога была его последним и самым значительным делом, заключительным аккордом работы Треверсов, делом грандиозным, сказочным, о котором вчера еще не могли бы и думать. Она была в ходу всего два года, а уже предвиделись дивиденды, высшие доказательства успеха для Треверса. Предвиделись и другие выгоды. Все знали прекрасно, что будущий губернатор Калифорнии будет называться Фредериком А. Треверсом. 20 лет прошло с тех пор, как он видел своего старшего брата. А между тем был промежуток в 10 лет. Он очень хорошо помнил эту ночь. Том был единственным человеком, который мог рискнуть пробраться через рифы в темноте. И в тот раз в быстро сгущающихся сумерках он, пользуясь юго-восточным бризом, дважды взад и вперед провел свою шхуну. Никто не был предупрежден о его приезде. Стук копыт в полночь, загнанная лошадь на конюшне, и Том появляется с еще не обсохшими солеными брызгами моря на лице. Так утверждала, по крайней мере, его мать. Он пробыл только час и уехал на свежей лошади. А дождь хлестал за окнами, и ветер стонал в соснах, и воспоминание о его появлении было острой, напряженной вспышкой из чужого, дикого мира. Неделю спустя прибыл, наконец, потрепанный морем и рифами береговой катер «Медведь», и в местной газетке целый столбец был посвящен предположениям о большом грузе опиума и о напрасных поисках таинственной шхуны гальциона. Только Фред и его мать, да кое-кто из индейской деревни, знали о загнанной лошади и об окольных тропинках, которыми добрались контрабандисты до рыбачьей деревни. Несмотря на прошедшие двадцать лет, из вагона ловко выскочил тот же Том Треверс. Брату он не показался больным. Постарел, это правда. Панама не скрывала его седых волос, а широкие мощные плечи были чуть-чуть опущены. При виде молодой женщины, которая вышла за ним, Фредерик Треверс ощутил несомненное неудовольствие. Он почувствовал это очень резко, хотя и не мог бы объяснить причину. Вся она была вызовом и насмешкой над всем тем, что было в нем самом, что было его сущностью. И однако он не мог бы указать, в чем именно это выражалось. Быть может, все дело было в полотняном костюме иностранного покроя, в мужском поясе, сбросающейся в глаза каймой, в пышности ее черных волос или в пучке ромашек на широкой соломенной шляпе, или, наконец, в яркости ее красок, ее черных глаз и бровей, розового зарева ее щек, белизны зубов, обнажавшихся слишком часто. «Избалованный ребенок», — подумал Фредерик Треверс, но у него не было времени разбираться в своих ощущениях, так как рука его брата уже лежала на его руке, и он должен был знакомиться со своей племянницей. И вот опять, вспыхивая вся, она говорила то же, что ее краски, и при том говорила преимущественно руками. Он не мог не отметить, что руки эти были удивительно маленькие. Они были нелепо маленькие. И, взглянув на ее ноги, он сделал точно такое же открытие. Не обращая ни малейшего внимания на любопытную толпу, заполнявшую станционную платформу, она предупредила его намерение подать ей руку и везти к автомобилю, и сделала так, что братья шли рядом. Том принял это со смехом, но его младшему брату было не по себе под взглядами его многочисленных сограждан. Он признавал только старые пуританские обычаи. Семейные интимности могли, по его мнению, иметь место только в тесном семейном кругу и ни в коем случае не перед посторонними. Он был рад, что она не вздумала еще целовать его. Даже удивительно, что не вздумала. Именно этого можно было ждать от нее. Она пронизывала их обоих своими солнечными, горячими глазами, которые, казалось, видели все насквозь, все, что их вообще касалось. «Да, вы действительно братья!» — воскликнула она, всплескивая руками. «Это всякий, конечно, заметит. И все-таки есть разница. Не знаю в чем, не могу объяснить». На самом же деле, с тактом, далеко опередившим заученную выдержку Фредрика Треверса, она просто не решилась сказать. Своими глазами художника она сразу увидела и почувствовала все острое и глубокое различие. Они были очень похожи. Это была та же порода, все черты их указывали на общее происхождение. Но на этом и кончалось сходство. Том был выше дюйма на три, и его длинные усы викинга красиво посидели. У него был тот же орлиный нос, что и у брата, только он был действительно орлиный. И такими же орлинами были его голубые глаза. Черты лица были крупнее, скулы шире, впадины щек глубже, обветренная кожа смуглее. Это было вулканическое лицо. Огонь был прежде в этом лице и продолжал тлеть в нем еще и сейчас. Около глаз у него сплелось больше смеющихся морщинок, а в самих глазах таилось обещание подлинной серьезности, большее, чем у брата. Фредрик был настоящим буржуа в своем автомобиле, а в томе чувствовался небрежный и своеобразный аристократизм. Это была одна и та же кровь колониста Айзика Треверса, но в различной химической обработке. Фредрик был прямым представителем рода Треверсов. В брате его было что-то неожиданное и большое. Все это черноглазая девушка увидела и поняла в одно мгновение. И все, что было для нее неясного в их отношениях, стало совершенно ясным в тот момент, когда она увидела их рядом. «Разбуди меня, пожалуйста», — говорил Том. «Не могу поверить, что я приехал сюда на поезде. А жителей тридцать лет назад здесь было всего тысячи четыре». «Теперь шестьдесят», — ответил Фредрик. «И пребывает не по дням, а по часам. Хочешь сделать маленький круг, чтобы взглянуть на город? Времени достаточно». Когда они ехали по широким, хорошо вымощенным улицам, Том продолжал недоумевать, словно принц, пробужденный от столетнего сна. Водяной фронт в особенности приводил его в отчаяние. Там, где он когда-то привязывал свою лодку и где глубина достигала двенадцати футов, была теперь твердая земля и железная дорога, а верфи и гавань отодвинулись дальше. «Погоди, стой!» — кричал он, показывая на солидные постройки. «Это что такое, Фред?» «Форс и Треверс, ты разве не помнишь?» Том встал и оглядывался кругом, стараясь угадать очертания земли под закрывающими ее постройками. «Я... Мне кажется...» — начал он нерешительно. «Нет, честное слово, я вполне уверен. Мы же пускали змея на этой площадке и стреляли галок в кустарниках. А там, где теперь насыпь, там был пруд». Он повернулся к поле. «Я здесь построил свой первый плод и первый раз попробовал морской водички». «Одному небу известно, сколько литров этого моря ты наглотался», — засмеялся Фредерик и кивнул шоферу. «Пожалуй, не меньше бочки. Тебя, сколько мне помнится, выбросила на мель». «О, гораздо больше!» — кричала Поли, хлопая в ладоши. «А вот и парк», — указывал Фредерик минуту спустя на девственную стену Краснолесья на нижнем склоне большого холма. «Однажды вечером отец застрелил там трех медведей», — заметил Том. «Сорок акров я подарил городу», — продолжал Фредерик. «Отец купил его у Леруа по доллару за акр». Том кивнул в ответ, и то, что взметнулось и вспыхнуло в его глазах, совсем как у дочери, никогда не могло бы промелькнуть в глазах брата. «Да», — подтвердил он, — «помню. Леруа — негр. «Помню, как он нес тебя и меня на спине до Альянса в ту ночь, когда индейцы сожгли усадьбу, а отец остался там и дрался с ними». Но не удалось ему спасти мельницу. Это было для него серьезным ударом. А все же четырех индейцев он уложил. Теперь вспыхнули глаза Поли. «Победитель индейцев, да?» — воскликнула она. «Расскажи, расскажи мне о нем». «Расскажи-ка ей о Треверс Ферри», — сказал Том. «Это была переправа на Кламате по дороге к Орлеанским воротам и Сискайю. В то время все искали золото, и отец, между прочим, снял там в аренду кусок берега. Он сделал висячий мост, привез с побережья тросы, рабочих, все материалы, это ему обошлось в двадцать тысяч долларов. В первый же день, как этот мост был открыт, через него прошло восемьсот мулов по доллару с головы, не говоря уже о лошадях и пешеходах. Ночью вода поднялась, мост был сделан на сто сорок футов выше обычного уровня реки, но вода поднялась еще выше и смыла мост. Если бы не это, отец заработал бы целое состояние на этом мосту. — Совсем не то, — нетерпеливо прервал Том. Ведь на Треворс Ферри отца и старого якобы Ванса запер отряд индейцев с Мэд Ривер. Старый якобы был убит перед самой дверью хижины. Отец втащил тело в дом и отбивался от индейцев целую неделю. Он-то неплохо стрелял. Якобы он похоронил в хижине под полом. — И теперь эта переправа моя, — продолжал Фредрик, — хотя ныне уж не такая езда, как раньше. Я везу грузы по рельсам до Резервэшн, потом на мулах до Кламата, затем выгружаю на Литл Салман. У меня теперь двадцать складов по этой линии, а в Резервэшн гостиница и ресторан. Интересная прогулка для туристов. А девушка медленно с любопытством переводила глаза с одного брата на другого, прислушиваясь к словам. Как отличались их взгляды на жизнь, да и они сами. — Эх, это был человек, отец-то, — бормотал Том. В голосе его промелькнула усталая сонная нотка, и дочь с беспокойством быстро на него взглянула. Автомобиль въехал теперь на кладбище и остановился перед большим сооружением на вершине холма. — Я думал, тебе будет интересно взглянуть, — говорил Фредерик. — Этот мавзолей я сделал сам, почти все своими руками. Мать так хотела. Место было загромождено невероятно. Подрядчики брали за очистку самое меньшее — одиннадцать тысяч. Мне стоило немного больше восьми. — Ночами работал, должно быть, — бормотал Том восхищенно и еще более сонно. — Ночами, Том, ночами. Много ночей подряд при свете фонаря. Я был тогда очень занят. Я исправлял в то время водопровод. Артезианский колодец перестал действовать, а у матери еще болели глаза. — Помнишь, катаракта? — я тебе писал. Она была так слаба, что ее нельзя было никуда везти, и я вызвал специалистов из Сан-Франциско. О, у меня дело было по горло. Я как раз тогда ликвидировал эту разорительную пароходную линию на Сан-Франциско, которую устроил отец, и надо было еще выплачивать проценты по ипотекам на сто восемьдесят тысяч долларов. Легкое всхрапывание прервало его. Том, уткнувшись в грудь подбородком, спал. Поле многозначительно перехватило взгляд дяди. В это время ее отец, сделав несколько неловких беспокойных движений, поднял отяжелевшие веки. — Чертовски жаркий день, — сказал он, широко улыбаясь. — Я даже заснул, кажется. Мы теперь близко к дому. Фредрик кивнул шоферу, и автомобиль помчался.